Он вставает какую-то смирь в помысл, чтобы брат пришел в растение и не мог чистым умом внимать при чистым тайнам Спасителя нашего Бога, впрочем, хранением отей и внимательностью ума, воздергнуть преодолевает приходящие благодати Божией. Почему надо в нас вообще в длительности охранять сердце свои и чувства свои? Потому что в этой жизни ведем мы великую брань, и враг наш неистов. От борьбы отказываться не должно. Кто в мире со страстями, тому как вести с ними брань, когда он продал за себя врагов с властям греховным и с охотой платит дань им учителя. Но где только вражда, там и брань. Где брань, там и борьба, где борьба, там и венцы. Если кто хочет освободиться от горького рабства, то вступи в брань с дьяволом. В этой брань, сделавшись победителями, святые удостоились небесных благ. Кто хочет освободиться от вражеского поругания и избавиться от горького рабства ему, тем надобно противоборствовать воле этого тирана нашего и вести с ним брань из любви к Создателю. Ибо тогда покажут они опыты доблестной борьбы. Когда не устами только, но и сердечным расположением скажут ему. Не послушаем мы глаза твоего дьявола и не станем более служить твоим похотем. Но во время борьбы надлежит воссылать молитвенный глаз к Богу. Да похоронит он истищих зла рабам его. Тогда пусть ерекеющий мучитель, чей седмирицей разоржет печь похотей. Надеющиеся на Господа, скоро узрят печь эту, превратившуюся в росу. И мучитель, внушавший прежде страх, сам воскрепестит пред ними. Некто из святых сказал, думай о хорошем, чтобы не думать о худом. Потому что ум не терпит быть в праздности. Почему посвятим ум свой по учению, в словах Божьих, молитвам и добрым делам? Ибо занятие суетными мыслями рождает и дела суетные, а занятие добрыми мыслями рождает и добрый плод. Хотя и нет у тебя, видимо, слез, однако же пусть будет сердечное сокрушение, потому что между слезами есть разность. Но блаженство в душе своей, как в зеркале, созертает Господа, и вместе со слезами изливается в словословие ему перед лицом его благости, потому что молитва его будет услышана. 50. Если хочешь стать сосудом избранным, то преуспевай в покорности своему наставнику о Господе и смиренно мудрее. 50. Жизнь святых стала светлой, быв возделительным послушанием. Иисус, новин за совершенную покорность Моисея, удостоился дара быть приемником ему. Самуил, находясь в послушании священника Илья, способился слышать глаз Божий. Елисей за покорность получил сугубую благодать твоего Учителя. 51. Сам Бог, Слово, Вочеловеческий, проводил жизнь в смирении и повиновении, как говорит евангелист, и был в повиновении им. Апостол рассказал, что смирил себя, быв послушан даже до смерти и смерти крестной. 52. Начал ты добрым изволением, той же твердо, чтобы Господь возделися у тебя с кроткими и смиренными в Царстве и Небесном. 53. 54. Один брат, пребывая в послушании у духовных отцов, пришел к другому брату и сказал, хочу отойти от духовных отцов и безмолвствовать сам по себе. 55. Тот отвечал ему, у одного человека был сын, которого отдал он на руки одному мастеру, чтобы он научил его своему мастерству. 56. Мальчик был не внимательным к делу, и через несколько дней ребенок этот приходит к отцу своему и говорит, батюшка, возьми меня от учителя, сам по себе могу лучше выучиться этому мастерству. 57. Но отец его сказал ему, если у других учащить чему-то не научился при руководстве их, то так можешь успеть чем-либо один. Вижу, что худо ты учился своему мастерству и боюсь, что напрасно я старался о тебе. 59. Поэтому примись как следует за работу своей и навыкни ей под руководством мастера, чтобы, сделавшись искусным в этом мастерстве, мог ты потом жить от него. 60. Так и мы, брат, не будем усиливаться свернуть себя из-за подчинения о Господе, чтобы не остаться неискусными в деле угождения Богу, и не быть беспомощными, когда впадем в искушение. 61. Когда, победив страсти, искореним мы в себе всякое житейское пристрастие, тогда благодать Святого Духа, обретши в нас упокоение, просветит сердца наши, как уготованный светильник, обильным илием, снабженный светильником. 62. Но если мы порабочены из-за страстя, мы погружаем в них, то, подобно светильнику, лишенному Илее и святильни, не сидим во тне. 63. Позаботимся же о приуготовлении себя к приятию умного света, жившем жизни духовной, чтобы осветились в нас и ум, став под властью Духа Святого и Тела, став причастным Духа. 63. 64. Два человека пошли в город, отстоявшие на 300 стадий. Когда совершили они стадии 2-3, встретились и на дороге кинистой росте, по которой протекали ручки воды, и было много приятных местоположений. Когда путики вступили в это место, один, желая поскорее увидеть город, прошел по нему поспешно, а другой остановился посмотреть и отстал. 64. Посмотревший, и он хотел идти в город, но побоялся зноя, и еще остался под ревесной тенью. 65. Но между тем, как он, медленно слажаясь приятностью места, вышел зверь из леса, схватил его и утащил свое логовище. 66. Между тем другое, которого не прелестила эта местность, благополучно достиг города. 66. В принципе, я вот что означаю. 66. Два человека – это вступившие на путь благописи и начавшие подвижаться на том. Привлекательная местность на пути – это мир с его прелестями. 68. Прошедший мимо означает тех, которые ни на чем не останавливая внимание, поспешают достигнуть почести Всевышнего звания во Христе. 69. А увлекшийся привлекательной местностью означает тех, которые, забыв о своей цели, уклонили ум свой от невидимого к видимому. Зной – это труд добродетели. 69. То, что человек, тот замедлил на месте и сделался добытие зверя, значит, что когда кто останавливает помысл на возделении земного, Когда из этого возделения выходит грех, и овладев человеком, снигает его, подобно литому зверю, как написано, «похоть зачавши рождает грех, посаделанный грех рождает смерть». «Будем же бегать в мирских похотей, чтобы снова не сделаться нам рабами греха, Избегай бесполезных речей, чтобы не впасть в храмные помыслы. Как добрые слова полезны душе, как недобрые речи развращают ее подсказанному апостолам. Худые сообщества развращают добрые нравы». 55. «Когда увидишь нерадивыми людей, состарившихся в монашестве, Тогда нужно тебе много предосторожности, чтобы поревновать им, не пойти тем же путем, И чтобы, став воздержанным, не превознистись перед ними, что значит уступить над собой победу высокоумию. 56. Послушай того, кто говорит «внимли себе и тщательно охраняй душу свою». 57. «Не всякому человеку открывай свои помыслы, а только тех, о которых да знают, что они духовны. 58. Ибо много стихей у дьявола. 59. От людей духовных ничего не скрывай, чтобы враг, нашедший в себе угол, не возгнездился в себе. 60. Но следи под силы не входи в совет. 61. Надо бы избегать бесполезных бесед и не иметь обращения с небрегущими о страхе Божьем. 62. Потому что ничего не говорят о неполезном, ничего не делают для Господа, не говорят ни о добродетели, ни о благоговении, ни о чистоте. 63. Речь и степь смертная. «Совет их бездна адова, сообщество их душевная пагуба. 64. Смотри, чтобы не утратить себе дерзновение перед Богом ради чести или славы человеческой, 64. Или ради чести, или питья, или одеяния, потому что все это подлежит тлению. 65. Дела же каждого и добрые же записываются. О горнем помышляете, а не о земном, чтобы получить в себе обетование Отца Небесного. 66. Воина царя земного проливает кросс, чтобы угодить царю своему. 67. Но тебе нет нужды проливать кросс, а только не будь побежден грехом, чтобы не сотворить в себе плода смерти. 67. Трезвись, брат, трезвись и пребывай в трудах. 68. Бог не неправеден и не забудет труда твоего. 69. Но и затутись на ту, какую терпишь ты, сидя в теле, воссияет в тебе свет истины. 69. 70. Подвязайся к добрым подвигам веры, чтобы мог ты одержать победу над врагом. 70. Не постыдно поклониться царю славы, ибо Господь венчает не только умерших от меча и пострадавших от мучителей, но и оказавшихся благоискусными в подвижности и в любви. Как первые для Господа терпели поругания, так и последние для Господа же потерпели скорбную жизнь и подвижности все. 70. Будь внимателен к тебе, ибо не будешь слова лукавого сердца в отвоем, не склоняйся на лукавой помощью. 71. Так пострадал некто от древних, скрыв пустью своей, некто от клятвы. 71. 71. Подобно пострадал и диезис, служитель пророка Елисея. 72. Не укрылись они не только от Бога, но и от людей. 73. Приступление совершили они тайно, но возмездие получили явно. 74. Один побит камнями всенародно, а другой наследовал проказу. 75. Ибо не лжив, сказав, что Бог поругаем не бывает, что человек сеется и пожнет. 76. Отчего преодолевает нас враг? 76. Отчего умножается в нас страсти? 76. Не от непокоривости ли нашей? 76. Когда учат нас, мы не бываем внимательны. 77. 78. Когда облегчается исправлению погрешности, отпираемся. 78. От людей таимся, а Боги не брежем. 79. Страшный змей влагает в нас мудрость побеждать словом тех, кто хочет нас исправить. 79. И от того грех умножается в нас, не имея противника себе. 79. 80. Начало душевного развращения в монахе смех и вольность. Когда увидишь в тебе это, монах, знай, что пришел ты во глубину зол. 80. Не переставай молить Бога, чтобы избавил тебя от этой смерти. 80. Смех и вольность извергают постыдные страсти не только юных монахов, но и старцев. 80. А вольность и сказал некто из святых. 80. Вольность подобна знойному ветру, она губит с воды монаха. Слушай же теперь о смехе. 81. Смех лишает человека блаженства, обещанного плачищем. 82. Разоряет доброе устроение внутреннее, оскорбляет Духа Святого, вредит душе, расслевает тело. 83. Смех изгоняет добродетели, не имеет памятования о смерти, ни помышления о мучениях. 85. Начало плача – познание самого себя. 85. Да будет же плачь нам не по человеку, но по Богу, который знает сокровенности сердца, чтобы от него получить нам ублажение. 85. «Посему будем лицом светлых, радуясь о дарах Господних, а души святом. 86. Плакать же и светлоть станем мысленно, умоляя Бога, что упростил нам все грехи наши, сохранил нас от всех, от них навсегда до континии нашей. 86. Плач созидает и охраняет. 87. Плач омывает слезами душу и делает ее чистой. 88. Плач рождает целомудрие, отсекает похоть и укрепляет добродетели. 88. Плач увлажает Бога и приемлет утешение от ангелов. 88. Занимайся духовным, чтобы сохранилось в себе памятование о Боге. 89. Внушайся за речами бесполезными, потому что в зловонии и благовонии быть в согласии – дело невозможное. Пустыножитель избавлен от трех браний – от зрения, слышания и говорения. 89. И внимательный общежительник избавлен тоже от трех браний – от покупания, продавания и нападения разбойников. 89. Но везде надо внимать себе и хранить совесть свою чистую. 90. Не говори, я вступил в монастырь и ношу на себе ангельский образ. 90. Не только людям, но и самому Богу приятен не один внешний образ. 91. Требуются, главное, плоды добрых дел. 91. И так стой, как цветоносное дерево, охраняя плоды добродетелей своих. 92. Чтобы не подкрался серь в гордыне и не подточил в себе плода смиренно-мудрия. 93. Чтобы стеславие не омрачило Твоего благоговения. Чтобы гнев не похитил Твоей кротости, раздражение не истощило Твоего благодушия. 92. Ксора не нарушило Твоего мира. 93. Вражда не послужило препятствием дружбе. 94. Памятозлобия не пресекло взаимной любви. 94. Обида не расторгла согласия. Ксего угодия не попрепятствовала посту. 95. 95. 97. 98. 99. 99. Сила входа послушания, празднословие не прямовозмогло над псалмопением, шутливость не взяла верх над словословием, смех не преодолел плача, блуд не расклил пыломудрия, пребролюбие не было предпочтенными стяжательности. Блюди, чтобы не возлюбить родителей более Христа и не условиться миром более царствия, чтобы страсть перед судом не подцветала языка твоего, чтобы не томила тебя завидование кому-либо, чтобы обман не отчернил в тебе чистоты сердца, лицемерие не лишило тебя вкушения истинных благ, истение не отлучило тебя от царства, неправда не заградила тебе рая, человекоугодие не истребило в тебе дерзновение, любовь к удовольствию не посетила у тебя боголюбие, похоть не погасила в тебе сердечного сокрушения. В такой мере отстекает и смиряет кто волю свою, в такой же мере идет он в крестьянии. А чем упорнее держится к своей воле, тем более наносит тебе вреда. Поэтому не желай раболепствовать в своей воле, но лучше послушен будь воле Божией. Выходя из сели на служение или для беседы с кем-либо, огради око, сердце же возбуждай благочестивым помыслом, говоря при том, ты не живописец и не учиться вышел, так списывать изображения следей. Будь внимательным к тебе, если внимание твое занято чувственным, то как можно тебе будет чистому мне, как в зеркале, позерцать небесное, услождачь и радовать тебя памятованием о Боге. Перестань любопытствовать о чужих грехах, чтобы от этого естественным образом не расплылся благочестивый помысл твой. 70. Придерживайся молчания, оно избавит тебя от многих, ты верн. Памяты непрестанно о тесноте грешников, спасать, чтобы и тебе в скором времени не быть причстенным в числу их. Не будем самолюбивы, ибо самолюбие, как ветви какие, отрождаются все страсти. Истребляется самолюбие любовью, которая всех влечет в единомыслии и связывает воедино. «Любовь – великая и драгоценная приобретение, поэтому старайтесь не отпадать от любви, заботясь о своем спасении. Представим себе, близнему, образец добродетели в вере, в любви, в терпении, в чистоте, в послушании, в смиренно-мудрии, в страхе Божьем, не увлекаясь худыми пожеланиями, но подвизаясь в трудах духовных. Для принятия заповедей Божьих имей простоту голода, а для отражения козни противника хитрость змея. Умно отделяйся от вредных стрель, чтобы добре покоился твой внутренний человек. Не проводи времени с усидеями, чтобы не распилить мысли твои, потому что речь весьма вредна. Стариков заставляют они поступать по-юношески, а молодых повлекают в беззаконные дела. Тогда кто плачет, тогда никак не согрешит. И никто в сердечном сокрушении не замышляет зла. При сердечном сокрушении приходят слезы, а за слезами следует умоление зла через удержание себя от худых дел. Если ты молод, приучайся к молчанию и труду. Труд делает себя необременительным, а молчанию сохранит неугасимый душевный свет, не попуская, чтобы он затмился какой-либо страсти. Не волосы и не одежды делает человека мерзким, а худой нрав и наклонность к мерзким и некийским пожеланиям, от которых душа делается мерзкой. Не пострижение и одеяние делают монахам, но небесное желание и божественное житие, в которых обнаруживается совершенство жизни. 80. Не возвеличивай себя прежде искушения, потому что постигшее искушение нередко пристыгает стоящее, по-видимому, твердо. Почему бодрство это надлежит и приводит к тем ум в безопасность от падений? Так все делай и так обо всем думай, чтобы угодить Богу. Ибо если нет у тебя этой мысли, потеряешь ему всякое твое делание. 80. В общежитии или пребываешь, или безмолвствуешь уединяясь от всех, не оставляй в нерадении искомого тобой, то есть чистого сердца сокрушенного духа. Кто приобрел это, тот не будет уничтожен Богом, пренебрегать за этим великой опасностью. 80. Божественными водами орошай души свою словом Божьим и таинствами, чтобы и просвела, и плод принесла в правде. 80. Надобно нам, душеполезному, так же стремиться, как животные бегут на зеленые пазыки. 81. Когда душа здорова, тогда и тело имеет крепость для благих трудов. 82. А если душа потерялась в верных помыслах, тогда и тело по необходимости расплится грехом. 82. Лукавый ежедневно ставит скрытые сети души нахуй, чтобы соблазнивые подвергнуть вечному мучению. 83. Эти сети исполнены сладостью, чтобы обольстять и приманивать, не внимаясь в себе души. 84. Не услаждаешься, брат, этой смертной сладостью, увлекаясь обольстительными помыслами. 85. Помысл обольстителя, если найдет в себе доступ к душу, услаждаешь ее греховными мыслями, чтобы потом умертвить ее грехом. 85. И делается он сетью для души. 86. Но опомнись и поспеши разорвать эту сеть, изгнав помыслы из души молитвой, 87. Слезами, воздержанием и бдением. 87. Против, будь бодрствием и ни на одно мгновение не останавливайся на обольстительном помощи. 88. Прибегай всегда к Богу с молитвой и с постом и слезами, чтобы освободиться тебе от всех сетей, соблазнов и страстей. 89. Будем бодреными воинами, будем ежедневно преодолевать во брани лукавого. 89. И жить им устава этой брани, она невидима. 90. И устав ее, обнажить себя от всего земного. 91. Если ждем смерти, ежедневно имея ее перед отцами, то не будем грешить. 92. Если обнажишь себя от всего земного, то не будешь низложен в брани. 93. Поскольку земное влечет к тебе долу, и страсть и омрачает сердечные очи, 94. То лукавое одолевает нас в брани с ним. 94. Не рассуждаем о нас, говоря так. 95. Великие труды подвижницы, своя малосилия, немощи, несостояние подвижаться. 95. Если вознамеришься идти в дальнюю какую страну и землю, то невозможно тебе будет в одно мгновение пройти расстояние целого пути. 96. Но проходя каждый день от ночлега до ночлега, с продолжением времени, достигни с той стороны какую имеешь в виду. 96. Тоже надо бы сказать о царстве небесном и о рае сладости. 97. Каждый достигает суда трудами целой жизни, постом, с воздержанием, бдением. 97. Воздержание, слезы, молитва, бдение, любовь – вот ночлеги, ведущие на небо. 97. Проходи их сердцеливо и радуй их. 98. После каждого ночлега будешь укреплять со стопы души твоей. 98. И не найдешь затруднений в пути твоем, ведущим, к небу. 98. Человеку без дальнего рассуждения вступившему в монахскую жизнь в рак ухитряется вложить в вольность. 99. А тому, кто из благоговения пошел в монахе, внушает он подвиги выше сил его. 99. Но истинно боящийся Бога не уловляется ни тем, ни другим помыслом. 99. Страх Божий просвещает сердце его для шествования прямым путем. 99. Брат, по принятию монаховского образа, боролся с мыслью пыльки из общежития. 99. И полностью представляли ему такой пример. 99. Посмотри на эту зелень в саду. Если ухаживаешься за этими грядами, не повыдергает растение и не пересадит на другое место, то пойдут они в рост. 99. Брат же на это отвечал. Помыслим так. 99. Уже ли же садовник до конца выдергивает все посеянное на этих грядах? Не оставит ли на гряде, что может она пропитать? 99. Притом выдернуется не так надежно, как оставшаяся на месте. Поэтому и ты будь в течение невыдергиваемой. 99. И этим предстоятельствую благодать и преодолел он помысл. 90. Монаху должно быть благоразумным, чтобы распознавать замыслянное против него противником. 91. И иное пропускать со смешем, иное со смирением, а иное не влагать хорошо приправленным словом. 91. Пока Духа мечтает о земном, различные пожелания мира сего и жизни удовольствия, представляющиеся Духой в помощи, расслабляют силы Его. 91. И от этого, сидя в пистеле, приходит в нерадение. 92. Но когда все совершенно отрешается от мира, возненавидит его и прелести его, и от всего сердца, от всей души предаст себя в рабы Господу, то нерадение не возьмет над ним власть, и вследствие того он свободно будет делать свое дело. 93. Ему будет приближать только брань с помощью всеславия. 94. Но и этот помысл отгонит от себя раб Господень, принимая в рассуждении свою собственную немость, и тот сей у него дар, согласно сказавшим, кто имеет всего, но не получил. 95. Бывает у него брань, кажется, немощи и слоки. 95. Но раб Господень не придет от этого страха и не отлучит себя от любви Божьей, по слову, сказавшим, кто отлучит нас от любви Божьей. 96. За всеми же страстями следует дух блуда, но бегая с рамных слов и избежись, не пишет помощь. 96. Мудрые старцы – тук для братьев, умостяющие и укрепляющие души. 97. Если отрекся от мира, то позаботься о деле своем, чтобы добыть себе искомые жемчизны, ибо иные отрекся от мира удалились от мирской жизни, и одни оставили военные службы, другие расточили свое богатство, но напоследок водимые своей волей пали, так как всего бедственнее управляться собственной волей, а не жить по изволению Божьей. 97. Они сделали виска главными врагами, удаляясь от всего житейского, главными вратами, но опять воротили к житейскому в потаенные двери. 98. Это благоухание, ведение в человеке, если во всяком случае винить он самого себя, и винить себя, не осуждая другого падшего служа погрешности. 98. У того сердца омрачено, буря и помыслов, и кто побежден с простями, тот и человека не судится, и Бога не боится. 99. Если он властелин, то не боязнь не делает зло. Если за немость, то не беден, то предавшись грубости своего нрава, без седа так же поступает дурно. 99. У воинов брань кратковременна, а у ревнителя о спасении продолжается она до отцессии его Господу. 99. Поэтому надо приступать к делу со всем старанием, трезвенностью и терпением. 99. Если вознамерится убить льва, то берись за это с твердостью, чтобы не сокрушил он костей твоих, как сосутствие дельны. 99. Если вернешься в море, не теряй бодрости, пока не выйдешь на сушу, чтобы тебе как камни не погрузиться в любимое. 99. Если вступаешь в борьбу, будь трезвим, чтобы противник не порадовался, побеги в себя. 99. Кто хочет быть монахом, то тому надо быть готовым к мужественному терпению, чтобы по вступлению в монашество не сказать, не знал я, что будет это со мной. 99. Вот делается тебе это известным. 99. Приведи же в порядок помысл свой и вооружись терпением, чтобы, говоря ныне припосреге, все буду терпеть. 99. Наутро не оказаться тебе нарушителем этого и словом, и делом. 100. Ангелы Божии предстоят и слышат все исходящее из уст твоих. 100. Смотри, не солги, потому что Господь погубит всех говорящих ложь. 100. Приступающего работать Господу окружают многие искушения. 100. Но на всех и во всех их побеждает тот, кто всем сердцем придает себя управлению Божией и пребывает в воле Божией. 100. Бог требует от нас только решимости, и Сам подает нам силы и дару их победу. 100. Защититель есть уповающим на Него. 100. Не смотри на нерадивых, но себе внимай, имея пред очами своими Бога. По примеру того, кто написал, презрех Господа всегда перед собою, ибо одеснуя меня он, да не подвижусь. 100. Не будем осуждать кого-либо, ибо не знаем, как он ведет себя в келье своей, или как трудится перед Богом. Не будем осуждать, если увидим, что он смеется или разговаривает, ибо не знаем, каковы расположения его в келье. 100. Каждому из нас надо быть внимательным к себе, потому что каждый из нас за себя даст ответ Богу. 100. Хочешь ли, чтобы не преодолело тебя искушение, отсеки всякую свою волю. Если дело кажется тебе и хорошим, но настоятель Господи не признает его хорошим, то покорись Ему о Господе. 100. Входить в споры, следовать собственному своему намерению, есть уже признак совращения. Да слышит всяк, что говорится в Псалме. 100. Работайте Господу со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. 100. Примите наказание, чтобы не прогневался она на вас Господь, и не погибли вы в пути. 100. Не так будем вести себя, чтобы сегодня были у нас воздержание и кротость, а наутро не воздержание и гордость. 100. Сегодня безмолвие, бдение, смирение, а наутро развлечение, ненасытный сон, неподчинение и тому подобное. 100. Сегодня у нас отречение от мира, отречение от всего земного, отречение от Отечества, друзей, родителей по упованию на Господа. 100. А наутро возжелание видеть родину, родных, наследство, погружающие во множество зол. 100. Будем помнить, что жена Лотова, озревшись в пять, стала столб соленый. 100. И Господь учит. Никто, положивший руку свою на плуг и оборачивающийся назад, ненадежен для Царствия Божия. 100. Имей всегда в уме тот день, в который, совлекшись всего, оставил ты мир для Господа, когда воспламенен ты был страхом Божиим и горел Духом Господу. 100. И такого расположения держись до конца, ибо претерпевший до конца спасется. 100. Не расслабевай от приходящих тебе помыслов, ибо это начало борения. 100. Бери себе урок с дождевого водоема, вскоре после дождя, когда благословение дождевое только что собрано в водоем. 101. Вода бывает мутна, но потом, чем более проходит времени, тем чище она делается. 101. Потерпи, улягутся и твои помыслы, и дадут тебе покой. 101. Выслушай притчу о скверных помыслах. 101. Когда виноградные ягоды собраны с лоз, вложены в точило, выжаты, дали из себя вино, и оно влито в сосуды, тогда вино сначала кипит, как бы разгорячаемое самым сильным огнем, так что и отличные сосуды, не вынося стремительность его, иногда разрываются от напряжения. 101. Так бывает и с помышлениями человеческими, когда от суетного века сего и от забот его переходят к небесному. 101. Бесы, не терпя ревности в человеке, разными способами смущают ум его, с намерением примешать к нему развращение мутное. 101. Аввакум 2.15. 101. И если найдут сосуд не без недостатка, то есть душу неверную и сомневающуюся, то разрывают его. 101. Бесы, как хищные волки, ходят по кельям монахов, ища отворенные для себя двери, чтобы, ворвавшись внутрь, расплить покорную им душу. 101. Если же найдут дверь запертую, душу утвержденную в вере, то уходят назад с поникшим лицом. 101. Во всех делах твоих держи смиренно, мудрея, которой есть матерь послушания. 102. Сбрось с тебя, двоедушие, и во всем облегшись верою, чтобы Господь, видя ревность души твоей, укрепил тебя в делании. 102. Питай в тебе сильную ненависть к лености, к соперничеству, ко всякому злонравии и зависти, так, как для Господа оставил ты все. 103. Знай, что если вначале расслабят тебя такие помыслы, то много потом потерпишь труда и вреда. 104. Если на дворе не даешь накопляться нечистотам, то не давай внутри себя усиливать пожеланиям плотским. 4. Знай, что если на дворе не даешься, то не дышу, и в душе не